От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций его превосходительство, Росена Плевнилиева, президента Республики Болгария, и прошу его выступить с обращением к Ассамблее. Господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте мне поздравить его превосходительство Могенса Люкитофта с вступлением в должность председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Я также искренним образом благодарю его превосходительство Сэм Макутесу за работу в качестве председателя 69-й сессии. Сегодня мы отмечаем 70-ю годовщину нашей уникальной организации. Мы размышляем о том, что было достигнуто, но также о том, чего мы не смогли достичь. Кроме того, сейчас наступил момент проложить путь вперед. Сильная ООН – лучший мир. Это девиз годовщины, которую мы празднуем в этом году. Но стали ли мы сильнее, как сообщество? Создаем ли мы лучший мир для своих детей? Мы живем в трудные времена. Количество кризисов во всем мире на рекордно высоком уровне. Несостоявшиеся государства, замороженные конфликты, войны и терроризм создают ситуацию отсутствия безопасности в Европе, и наши граждане ее чувствуют. Они ожидают, что политики будут действовать решительно для того, чтобы решать, а не углублять кризисы. Продолжающиеся конфликты в Сирии, на Ближнем Востоке, на севере Африки ставят под угрозу жизни миллионов людей. Рост экстремизма, который не знает границ – это серьезная угроза всему международному сообществу. Ухудшающаяся гуманитарная обстановка в ряде конфликтных зон вынудила миллионы людей покинуть свои дома, упаковать всю свою жизнь в рюкзак и пойти по опасному и зачастую смертельному пути к безопасности. Сотни тысяч людей находятся на пороге Европы, протягивают руку помощи, борются за свое право жить. В результате этого националистические партии, которые питаются страхами людей, пользуются этим моментом. Ненависть, ксенофобия, популизм, агрессивный нациализм – все это мы наблюдаем все более активно. Все эти трудности проникают сквозь национальные границы и требуют от нас решительных действий на глобальном уровне. Роберт Чуман, отец величайших проектов в области мира, в Европейском Союзе однажды написал, «Мир на планете нельзя обеспечить, если не прилагать усилия, пропорциональные угрозам, которые стоят на висле над миром. Нельзя ждать до тех пор, пока кризисы не появятся на наших телеэкранах, прежде чем мы начнем действовать. Давно пришло время действовать сообща и решать первопричины, а не последствия. Мир – это не только отсутствие войны. Мир – это права человека. Мир – это верховенство права. Правила мира применяются ко всем и каждому, в том числе к глобальным и региональным державам. Безопасность, развитие, права человека и верховенство права – это взаимосвязанные и взаимоподкрепляющие универсальные ценности. Они лежат в основе деятельности ООН. Каждый кризис можно отследить назад, к первоначальному этапу, когда кто-то нарушил право и права человека. Чтобы предупредить будущие кризисы, необходимо учредить систему раннего оповещения о кризисах в ООН с тем, чтобы она содействовала верховенству права и правам человека. Господин председатель, нищета, неравенство, ухудшение экологической ситуации – это вопросы, которые требуют нашего внимания. Болгария приветствует утверждение повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и полностью привержены ее выполнению. Впервые в истории человечества люди находятся в самой основе повестки дня в области развития по принципу «никого не оставить позади». Это поистине преобразующая повестка дня, которая отражает всю сложность проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Она учитывает право всех жить в условиях достоинства и процветания и обеспечивает равное участие всех слоев общества. Изменение климата – это еще одна серьезная проблема. Последствия вызывают неравенство и конфликты. Переговоры по изменению климата вступили в критический этап. 2015 год станет историческим. Перед нами открывается возможность положить конец двум десятилетиям интенсивных переговоров по климату и открыть новую эпоху, приняв глобальный юридически обязательный протокол в Париже. Моя страна внесет свой вклад в успешное завершение работы в рамках данного процесса. Участие женщин во всех аспектах социальной и политической жизни по-прежнему остается серьезной трудностью во многих регионах мира. Развитие никогда не будет поистине устойчивого и прочного мира. Никогда не добиться, если половина всего населения мира будет исключена. Гендерное равенство – это абсолютная необходимость для полного осуществления прав человека и надлежащего функционирования демократии. Господин председатель, сегодня международное сообщество сталкивается с ухудшающейся глобальной ситуацией в области безопасности. Растет число гражданских войн, экстремизм, учащаются гуманитарные кризисы. Требуется более активное внимание и предупреждение. Прошло пять лет с момента начала конфликта в Сирии, и сегодня он ставит под серьезную угрозу международный мир и безопасность. Присутствие ИГИЛ в регионе стало ключевым препятствием на пути политического урегулирования в Сирии и служит серьезным риском стабильности и территориальной целостности в Ираке. Недавние теракты в Египте, Тунисе, Кувейте и Турции показали то, что воинствующий экстремизм и радикализация проникают через национальные границы. Совместные действия международного сообщества в борьбе с воинствующим экстремизмом жизненно необходимы. ООН – это лучшая площадка для управления и координирования международных усилий. Чтобы изыскать эффективное, прочное решение, требуется тесное сотрудничество между правительствами и правоохранительными органами, региональными организациями, гражданским обществом, местными общинами, СМИ и частным сектором. На национальном уровне необходимо принимать политические меры и стратегии, которые позволят предупредить радикализацию маргинализованных групп и обеспечат их более эффективную интеграцию в общество. До тех пор, пока в Сирии царит конфликт, кризис беженцев никуда не денется. И усилия всего международного сообщества должны быть направлены на то, чтобы положить конец враждебным действиям в конфликтных зонах, на поддержку институционального строительства, верховенства права и уважения прав человека. Роль соседних государств также чрезвычайно важна. Сейчас Европа сосредоточена на создании программы солидарности, которая позволит обеспечить расселение беженцев среди всех государств, членов. Требуется создать надлежащий механизм с тем, чтобы разграничить тех, кто поистине нуждается, и тех, кто просто ищет лучшей жизни. Кризис мигрантов – это источник обеспокоенности. Помимо страхов о проникновении экстремизмов на европейскую почву, вновь возникает вопрос незаконной торговли людьми, которая требует наших безотлагательных действий. Перед лицом беспрецедентных миграционных потоков в Европу Европейский Союз должен продемонстрировать солидарность и ответственность. Мы в Европейском Союзе должны не только обратить внимание на кризис, но и решить его, главенствуя с единством Европы и нашим общим стремлением к мирной и свободной Европе. Европейский Союз – это крупнейшая зона прав человека, мира и демократии в мире. Это семья, которая всегда вместе. Господин председатель, международное сообщество было глубоко обеспокоено целенаправленным разрушением всемирного культурного наследия в Сирии и Ираке террористами. Это не только культурная трагедия, но и серьезный удар по человеческой цивилизации. Общество без этики, ценности, без морали и культуры не имеет будущего. В этой связи я хотел бы подчеркнуть важную роль ЮНЕСКО в защите объектов культурного наследия, в условиях вооруженных конфликтов и в предупреждении незаконной торговли культурными артефактами. Очевидно, что необходимо активизировать ближневосточный мирный процесс. Болгария полностью поддерживает специального координатора по Ближнему Востоку, господина Николая Младенова, при выполнении его трудной задачи. Моя страна подтверждает свою позицию о том, что решение на основе двух государств – это реалистичный, прочный и надежный способ урегулировать Палестино-Израильский конфликт. Болгария неустанно поддерживала дипломатию в качестве единственного пути урегулировать вопрос иранской ядерной программы. Мы приветствуем совместный и всеобъемлющий план действий и надеемся, что все меры, которые были согласованы, будут полностью и своевременно выполнены. Господин председатель, в этом году мы празднуем 70-ю годовщину с момента окончания Второй мировой войны. Все мы помним ни в чем не повинные жизни, которые погибли в лагерях смерти во время Холокоста. Всегда будут люди, которые будут пытаться оправдать убийство невинных людей ради дела, которое они считают достойным. Все мы должны помнить о том, что мы рождены равными, рождены в мире, живем в мире и должны стремиться к миру. Я помню слова молодого мусульманского мужчины Лосана Батилия. Он спасал людей во время кризиса заложников ранее в этом году в Париже. Он сказал, все мы братья. Это не вопрос евреев, христиан или мусульман. Все мы в одной лодке и должны помогать друг другу. Сегодня нам требуются активные граждане, которых заботят права человека. Я, как президент, поддерживаю гражданское общество Болгарии, которое требует транспарентности и эффективности в госинститутах. Я горжусь примером, который подало болгарское гражданское общество в 43-м году, когда было спасено 48 тысяч болгарских евреев из лагерей нацистов. К сожалению, Болгария находилась в ситуации, когда она не могла сделать то же самое для евреев из Северной Греции и частей Югославии. Несмотря на то, что они были болгарскими гражданами, мы всегда будем, они навсегда останутся в нашей памяти. Буквально через дорогу от моего офиса в самом центре болгарской столицы Софии находятся места отправления культа различных религий. Православная церковь, мечеть, синагога, католические места, они сосуществуют мирно, некоторые из них на протяжении столетий. Они отличный пример терпимости, мудрости, уважения, разнообразия. Все они формируют мир терпимости и гуманности. Господин председатель, анализация Крыма – это вопиющее нарушение международного права и принципов. Болгария полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Для нас Крым – это Украина, а Украина – это Европа. Моя страна осуждает любые попытки дальнейшей дестабилизации Украины. Полное выполнение минских договоренностей жизненно важно. Мы призываем все заинтересованные стороны принимать конструктивное участие в политическом диалоге с тем, чтобы изыскать справедливое политическое решение. Председательство Болгарии в процессе сотрудничества в Юго-Восточной Европе будет работать над принятием совместной декларации в подтверждение принципов нерушимости национальных границ в Балкан. Мы хотели бы, чтобы границы не передвигались, а чтобы их соблюдали. Более активное региональное сотрудничество и европейская интеграция между всеми странами региона – это наша конечная цель. Господин председатель, среди восьми генеральных секретарей ООН, все из них были мужчинами, никогда не было гражданина, представителя группы восточноевропейских государств. В недавно принятой резолюции 69 дробь 321 Генеральной Ассамблеи подчеркивается необходимость обеспечить равное и справедливое распределение на основе пола и географического равновесия, с соблюдением высочайших требований в деле назначения генерального секретаря. Пришло время, чтобы женщина из Восточной Европы получила высочайшую должность в секретариате ООН. В совместном письме председателя Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности в соответствии с резолюцией начинает официальный процесс выдвижения кандидатов на должность генерального секретаря. И как только это будет сделано, Болгария будет готова выдвинуть кандидатуру, наиболее подходящую для этой цели. Это будет человек с прекрасным опытом в области международных отношений, с личными качествами, эффективный менеджер, истинный лидер. Благодарю вас, господин председатель. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Республики Болгария за его выступление. Прошу представителей оставаться на местах, пока мы сопроводим президента. Продолжение следует...